Всем привет! Я рада вас приветствовать на нашем канале Французский язык по полочкам. Если вы сейчас смотрите это видео, значит вы учитесь читать по-французски, значит вас интересуют французские правила чтения. И прямо сейчас приступаем к сегодняшнему правилу чтения. Оси также. Au revoir. До свидания. Аннатанна осень. Оторизе позволять. Ля фан фауна. Une autre fois. Следующий раз. Козы. Причинять. Шофе. Нагревать. Шод. Горячее. И неполь. Плечом. Французские правила чтения. Выпуск номер 33. Буква Y имеет два правила чтения. Во-первых, надо смотреть на вторую букву, то есть на ту, которая стоит за буквой Y. Итак, если за буквой Y стоит согласная буква, то Y читается как И. Если же второй буквой стоит гласная, то Y будет распадаться на две буквы Y. И вот здесь уже надо смотреть основные правила чтения. Давайте рассмотрим случай, когда распадается буква Y на две буквы Y на следующем примере. Как пример, я для вас взяла глагол во-я-же. Итак, Y стоит перед буквой А. А – это гласная. Значит, Y будет распадаться на две буквы Y. Посмотрите, как мы поделили это слово на слоге. Первый слог заканчивается на букву Y, и второй слог начинается на букву Y. Вот это именно две буквы Y, которые получаются в ходе распадения буквы Y. Теперь смотрим классические правила чтения. В первом слоге мы с вами видим буквосочетание О-И. Мы знаем, что оно читается как У-А. Поэтому первый слог читается В-У-А. Соответственно, второй слог мы должны читать как И-Я-ЖЕ. Но И-Я-ЖЕ не очень удобно произносить. В ходе быстрого произношения этот слог будет сглаживаться и будет звучать как Я-ЖЕ. Я-ЖЕ. И таким образом, наше слово выглядит как В-У-А-Я-ЖЕ. Вместо В-У-А-Я-ЖЕ. А теперь чуть быстрее. А теперь самостоятельно. Тип, стиль, гипс, крестьянин, лебедь, рей-и, полосатый, А теперь чуть быстрее. А теперь самостоятельно. полосатый, луч, подметать, карандаш, пейзаж. А теперь ваше индивидуальное домашнее задание. И-Я-ЖЕ. И-Я-ЖЕ. Пытаться пробовать, зачеркнуть, платить, переотправить, гласная буква. Французские правила чтения, выпуск номер 34. Буква сочетания ТИ имеет несколько способов произношения. Будьте внимательны, буква сочетания ТИОН, которое мы читаем как СИОН, подчиняется абсолютно другому правилу чтения и в это не входит. Итак, буква сочетания ТИ читается двумя способами. Все зависит от того, какая буква стоит после этого буква сочетания. Если после буквы сочетания ТИ стоит гласная буква, мы это буквы сочетания читаем как СИ. Но и в этом пункте есть исключение. Если будет стоять буква С перед буквы сочетанием ТИ, читаем как ТИ. Если же после буквы сочетания ТИ будет стоять согласная, то в этом случае мы будем читать как ТИ. Национальный. Демократия. Словарь. Принимать участие. Континент. А теперь жить быстрее. Националь. Демократия. Декционер. Партиципе. Континент. А теперь самостоятельно. Национальный. Демократия. Словарь. Принимать участие. Континент. Инутиль. Бесполезный. Подождать. Подождать. Уни бюрократия. Бюрократия. А теперь жить быстрее. Инутиль. Пациенте. А теперь самостоятельно. Бесполезный. Подождать. Институт. По традиции. Бюрократия. Раздевалка. Скромность. Лесник. Теперь шить быстрее. А теперь самостоятельно. Раздевалка. Скромность. Лесник. А теперь ваше индивидуальное домашнее задание. Граться. 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 Вот. Граться. Поэтому. Это всё. Граться. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok